Алексей Гольдин, наш бывший выпускник МФТИ, а ныне специалист по искусственному интеллекту из Чикаго. Сейчас он сам о себе немножко расскажет. Алексей, я прошу выйти в эфир. Рад, что ты с нами. Хорошо. Вышел эфир. Меня слышно? Меня слышно? Да. Отлично. Ну, хорошо. Во-первых, да, я хочу сказать, что практически все, что я приблизительно расскажу, как устроены эти сети очень быстро с высоты птичьего полета или даже с высоты самолета разведчика, я бы даже сказал. И все, что я расскажу, оно, конечно, довольно быстро устаревает, потому что область сейчас очень бурно развивается. И расскажу только об очень маленькой части, и искусственный интеллект, и вот то, что сейчас про это все говорят, то есть то, что называется языковые модели. Почему это языковая модель и как она, очень нравится, как она работает. Сам ее в свое время закончил МФТИ, потом получил степень повреждения у меня в Чикаго, ну, сейчас я в основном в финансах. Обработка натурального языка от National Language Processing, это не является моей главной специальностью, но приходится знать о многих вещах, и вот я вот сейчас расскажу о том, что нам известно. Все, что вы здесь услышите, через пару лет будет считаться очень наивным, так что можете просто это, можете быть в этом уверены. Как это все работает? Вся идея нынешних этих моделей заключается в том, что у нас есть несколько таких токенов, и мы предсказываем следующий. Что такое токен? Это те части, на которые разбивается текст. В одних случаях это может быть вообще просто буква, то есть у нас есть набор букв, мы предсказываем следующую букву. В других случаях, ну, набор слов. Вот в нормальных нейросисек сейчас на самом деле каждый токен – это обычно часть слова. Ну, не обязательно, там корень, суффикс или еще что-нибудь, но какие-то части слова, и мы предсказываем следующее. Вот, например, как здесь вот есть один из примеров, введен Stop Anthromorphizing в чате GPT, то есть мы не должны придавать ей человеческие свойства. И вы видите, как здесь разбиваются, как эти слова, вот, например, Anthromorphizing разбиваются на несколько токенов, в данном случае три. То есть у нас есть какая-то функция, у нас на вход подаются вот какие-то эти слова, и мы предсказываем следующее слово. В каком виде подаются слова? Для каждого слова, ну, каждому токену соответствует так называемый вектор. Это последовательность цифр. Вот в данном случае, например, у нас, это очень простой пример, здесь каждое слово представлено таким вот семимерным вектором, то есть на каждой есть семь чисел. Вот, например, у нас есть набор цифр для кота, для кошек, для котенка, для собаки, для домов. И на самом деле, когда люди делают такие вещи, оказывается, после того, как они настроят эту модель, что между этими векторными такими представлениями разных токенов существуют какие-то закономерности, которые, в общем-то, заметны даже поверхностно. Вот, например, известная картинка, в которой говорят, если вот у нас есть, мы спроецируем вот этот многомерный вектор на двумерное пространство. Вот, если мы возьмем от точки, которые представляет у нас мужчина-женщина, вот это вот направление, призем, такое же от короля-королеви. То есть эти можно уже манипулировать даже на уровне линейной модели, и что-то в этом получается. Ну вот у нас есть, как-то мы подали, не забывайте, что каждый из этих токенов – это набор чисел. В предыдущем примере это было по 7, но в реальных языковых моделях это бывает около 1000. То есть мы добавляем n-токенов, то есть это n умножено 1000 функций. Там нейронная сеть между себе что-то делает, она умножает на матрицы, производит нелинейные преобразования, и на выходе мы получаем вот такой набор предсказаний. То есть следующий токен выбирается с разной вероятностью. Вот какой-то здесь токен будет выбираться с вероятностью 0.077 – это самый вероятный. И дальше речь идет о чем? Что мы выбираем следующий токен, не обязательно тот, который с большей вероятностью. У нас есть понятие температуры. То есть если температура маленькая, то мы всегда выбираем самый лучший, который нам подходит. Если температура побольше, мы можем выбрать что-то, например, мы можем выбрать не вот этот, который 0.077, а выбрать другой, который там с вероятностью, например, 0.13. Из-за этого вот и происходит та вещь, что мы можем нейросетке задавать тот же самый вопрос и получать немножко разные ответы. Там есть параметр температуры, который регулирует это. Если вы хотите те же самые ответы, просто сделайте температуру поменьше. Вот. И это чем-то похоже, если вот вы смотрели этот фильм «Волшебный участок», то там есть такой кощей, который вот когда задает, когда он что-то говорит, он вот выбирает несколько разных понятий, и он задумывается, чем сказать. Ну, вот так вот и нейросетка приблизительно так же работает. Так что вот, может быть, вот этот вот кощей – это была вот такая вот нейросетка, большая языковая модель. Может, он так и работал. Что надо помнить? Что сеть принимает во внимание вот только последние N-токенов. Все, что за пределами этого, она не помнит. Она не учится на диалоге с вами. Она ничего такого… Она не запоминает. Функция, которая из предыдущих цифр рассказывает следующий токен, она реально не обучается на том, что вы сказали. Так что ее нельзя упрекнуть в забывчивости. Она просто вас не поймет. Как она помнит о предыдущем разговоре с вами? Ну, она просто суммаризирует вот тот диалог, который был с вами. Как мы можем ожидать, вот делая, вот суммаризируя вот этот текст, который мы говорили, и добавить как подсказку к переследующим предложениям, которые вы задаете. Эту выжимку может она сама делать. Ну, и вот когда мы… Когда, например, та информация, которая нам нужна, она превышает ее контекст, потому что, помните, что вот это количество токенов, которые пытаются, оно конечное. То есть, год назад это было обычно около 8000, сейчас это иногда пару миллионов, но все равно это конечное. То мы обычно что берем, мы разбиваем наш текст на кусочки текста, она выбирает какие там наиболее подходящие, и подает вот тот же самый промпт в подсказку перед тем, как вы задаете ваш вопрос. Так это предварительно и работает. В каком-то смысле идея этой нейросетки вот такой вот стахастический попугай. То есть, она услышала какие-то слова, и вот она продолжает. То есть, может быть, скажет, что попка дурак, может, еще что-нибудь. Вот она услышала какие-то… Какой-то текст, и она продолжает его привязательно так, как она говорила раньше. Вот картинка тоже сделана при помощи ЧАД-5. Вот так она вот привязательно это все и представляет. Подход, в общем-то, не новый. Первая работа на эту тему, которая мне известна, это тот самый Марков, который Марков в 1913 году изучал вопрос, какая следующая буква у нас встречается Евгении и Онегине по сравнению с предыдущими, если мы знаем контекст предыдущих двух букв. То есть, в данном случае, токен – это одна буква. Зная предыдущие две буквы, с какой вероятностью встречается следующая буква. Понятно, что с теми вычислительными возможностями, чтобы были у него предсказать, следующую букву бы, конечно, можно как-то, но контекст слишком маленький, чтобы мог бы получаться связанный текст. Если вы пойдете по этому QR-коду, вы найдете оригинальную статью со всеми ятями и прочими прелестями того языка. Это очень познавательно и интересно. Следующий этап в 2003 году, вот была мистификация 2003 года, когда на основе уже марковских цепей был построен генератор текста, который поверхностно кажется убедительным, на самом деле довольно бессмыслица. И это выглядело достаточно убедительно, чтобы неосторожный редактор опубликовал это в научном журнале. Был скандал, поищите, поищите, это тоже очень познавательно, очень интересно, это около 20 лет назад. Нынешние модели намного больше, и они требуют гораздо больше вычислений, и поэтому они обладают гораздо большими возможностями. Вот мы не знаем точно, что требуется для OpenAI, для ChargyPT, но вот есть модель Lama 3, которая делается при помощи, которую сделана запрещенная экстремистская организация Meta, но модель все равно можно использовать. Вот масштаб у нее совершенно гигантский. У нее есть три разных модели. 8, 70 и 400 миллиардов параметров, так что 400 еще продолжают ее тренировать. Для ее тренировки полна 24 тысячи видеокарт. То есть общая стоимость самого железа для тренировки была там 700 миллионов долларов, почти миллиард. Она натренирована на 15 триллионов токенов, ну из них 95% на английском языке. Помнит она только 8 тысяч токенов. Это опять же помните о том, что контекст, о котором она помнит, не очень большой. И прелесть в общем, что для первоначальной тренировки модели требуется огромное количество вычислительных мощностей, но для после этого, чем больше модель, тем легче ее настроить на что-нибудь другое. Вот, например, вы можете пойти в Telegram, есть там будет Сайга Айгусев, где вот эта вот модель была настроена на русский язык. И это уже можно сделать на более-менее маленьких вычислительных возможностях, в принципе, достаточно мощного домашнего игрового компьютера с двумя видеокартами. Вот это такая тонкая настройка Funtune. То есть ему подают вот не очень большое количество информации. В данном случае, насколько помню, было то ли 50, то ли 100 тысяч вопросов, вот такого типа. Вопрос-ответ. И модель настраивается на такие вот вещи. И она начинает довольно неплохо понимать русский язык. И прелесть таких модель с открытыми весами, что, в принципе, если у вас есть какая-то информация, которую вы не хотите, чтобы утекала куда-то в интернет, ее можно, в принципе, в вашей организации на довольно небольшом компьютере запустить. И она будет вполне адекватно работать. Lama на 70 миллиардов параметров может работать после квантования на двух видеокартах 24 гигабайта. И она отстает на GPT-4 несколько, но, в общем, не так уж сильно. В принципе, оказывается, что если им скормить большое количество текста, то они начинают понимать взаимоотношения между разнообразными свойствами объектов, о которых мы говорим, довольно неплохо. Вот здесь была такая идея, как это работа Макса Терхмарка и его сотрудника из Масчицкого технологического института, который выглядит вот о чем. Мы подаем ему название какого-то, например, географического объекта. Ну или чуть пониже, там, про историческую фигуру, про какие-то предметы искусства, про какие-то новости. И что модель делает? И дальше мы пропускаем ее через нейросеть, через 50 приблизительно слоев. И после 50 слоев смотрим на активацию нейронов. И, оказывается, из этих нейронов можно вычислить какие-то нейроны, которые более-менее координируются, например, с координатами места, о которых мы говорим. Вот здесь, например, синим, места, которые находятся в Северной Америке, зеленые те, которые в Европе, красные, которые в Азии. И они более-менее ложатся на реальную карту. То есть модель начинает, у нее есть модель мира, которая более-менее соответствует реальной модели мира, которая существует. Ну и точно так же можно задавать вопросы о биосистических фигурах, о новостях, еще что-нибудь. Мы видим, что корреляция довольно неплохая. То есть модель реально представляет себе, что происходит. Что из этого можно применить в преподавании? Проблема в том, что вот эти вот модели, большие языковые модели, они, конечно, помогут всем ученикам. Лентяям они сделают за них домашнюю работу. Тем, которые занимаются самообучением, она тоже может очень помочь. То есть они помогут и тем ученикам, которые хотят отлынивать от обучения, так и тем, которые хотят что-нибудь узнать. То есть есть много разнообразных вещей, при которых вот такая вот модель может понять. Одна проблема для учителей убедиться в том, что модель, что такие вот модели не были использованы при написании работы, очень трудно. То есть постоянно есть новые презентации о том, что о сервисах, которые могут найти, что отличить дегенерированный текст от натурального. И постоянно появляются новые работы, которые показываются, что этот способ можно обойти. Поэтому если у вас есть такой сервис, пожалуйста, проверьте его, чтобы не обвинять своих учеников в плагиате там, где его не было. Например, были случаи, когда такие детекторы дегенерированного текста выдавали такой false positive, они говорили о том, что ученики использовали модели, хотя на самом деле, ну вот просто они не очень хорошо знают язык, на котором делали эту презентацию, они использовали более-менее стандартные слова. То есть если у вас есть такой сервис, обязательно его проверьте. В принципе, задача такого сервиса, она не решенная. На конференциях постоянно появляются новые работы на эту тему. Будьте очень осторожны, хотя, возможно, они и есть. Ну и поэтому я не преподаватель, мне очень сложно вам что-то советоваться. У вас очень сложная задача, конечно, у преподавателей с этими новыми вещами, потому что это я не завидую. Но вот есть несколько таких вот примеров с такими статьями, когда, возможно, эти статьи подадут какой-то вариант о том, как можно использовать. Одна статья, например, показывает, как можно вот такая симуляция общества. То есть у нас есть такая игра, где каждый персонаж симулируется нейросеткой, они разговаривают друг с другом, обсуждают вопросы, которые в ихней игрушечной деревне делают. Почитав эту статью, возможно, удастся придумать какие-то примеры, как делать. Вот такая вот была. То есть у нас есть несколько там вот жителей этого воображаемой деревни. В каждой деревне мы подаем той же самой нейросетке. Она на каждый раз получает такую выжимку из того, о чем мы раньше говорили, генерирует следующую фразу. Они ходят, тут общаются, чем-то делают. В принципе, для того, чтобы сделать такую симуляцию, не надо особых знаний по программированию, какие-то нужны. Но, в принципе, наверное, это не трудно. Тем более, если есть доступ к локальной модели, наверное, это можно сделать. Вторая статья у меня тоже там есть ссылка, она очень интересная для того, чтобы решить какой-то вопрос. Создается несколько ролей для модели. Они, значит, то есть у нас мы создаем общество экспертов. Каждый эксперт делается на основе той же нейросетки, но ей дается подсказка. Вот ты, значит, эксперт по искусству, вот ты у нас пытаешься, ты ищешь недостатки, ты пытаешься разглядеть достоинства. Ну и есть главный координатор, который ты руководитель, который пытаешься найти точки соприкосновения. И найди вот это вот. Каждый из них выдает свой текст, руководитель суммаризирует. И, возможно, это тоже даст какую-то идею для преподавателя, как организовать учебный процесс на эту тему. И еще одна была очень интересная модель, работа на эту тему, что такие модели могут иногда работать вместо социологических опросов. То есть вместо того, чтобы устраивать опросы по телефону, что люди делают, они задают эти вопросы модели. Представьте себе, что ты вот там какой-то тракторист из Пиории. Как вы отводите твое мнение по поводу президента Трампа, извините, или еще что-нибудь. И, в принципе, модели дают довольно адекватные вопросы на этот ответ. Ответы на эти вопросы, потому что они, в общем-то, прошли по всему интернету. Они, в общем, более-менее знают, что. Насколько искажены вопросы тем, что большинство моделей, которые употребляют их искусственно, подрезают, чтобы они не давали каких-то неудобных ответов или еще что-нибудь, это неизвестно. То есть это, конечно, вопрос. Но дело в том, что и в телефонных опросах обычно есть тоже проблемы, потому что люди не всегда хорошо могут на них отвечать. Насколько можно, например, использовать такую особенность в ущербном процессе, это тоже не для меня, значит, вы лучше придумаете. Ну, есть другие идеи, которые, конечно, есть. Некоторые из них я... Вот одна неплохая идея, которую мы с Павелом Юрьевичем обсуждали, что модель, в принципе, способна создавать ложные, но довольно убедительные примеры. Ну, то есть если мы хотим задать тест по тексту, чтобы были какие-то ответы, чтобы понять, понимает ли человек этот текст или нет, вот она может придумать какие-то ответы, которые очень убедительные, но неправильные. И нужно обычно знать предмет, чтобы найти эту вещь. Ну, и вполне, что еще она может, например, взять такую вот выжимку из ответов студентов на какие-то вопросы, понять ее и создавать какой-то план, исходя из того, какие неправильные ответы ты делаешь, и сказать, вот тебе нужно подготовиться здесь, здесь и здесь. Вариантов, я думаю, гораздо больше, то есть в любом случае надо играться с этими моделями. И одна вещь еще, которую я хочу сказать, что двигаются они очень быстро, то есть вот эти вот модели, которые, Lama, которые можно, в принципе, гонять на локальной сети или вот всякие Яндекс.GPT, они сейчас отстают от моделей OpenAI, Cloud и прочих, но они сейчас уже мощнее, чем то, что OpenAI было год назад. То есть то, что все эти передовые модели делают сейчас, сейчас, я думаю, что другие, которые отстают от них, смогут делать там через полгодика-год. То есть все это растет очень быстро. Поэтому если вам кажется, что какие-то возможности вам пока что недоступны, ну, подождите, полгодика будут доступны, я думаю. Ну, собственно, все. Я, наверное, на этом закончил. Так что буду ждать вопросов. Коллеги, да, я хотел бы сразу немножко интригу внести. Алексей, у тебя был тут… Да, не притворяйся, что ты для меня, Павел Юрьевич, да? Вот, мы с тобой знакомы уже больше 20 лет. Вот, тут твой коллега из… Твой бывший Alma Mater, нынче из компании «Антиплагиат», как раз нам докладывал в первой части о том, что, в принципе, задача более-менее реальная – определить заимствование из… Ну, не буду говорить из чата GPT, да, из каких-то нейросеток. Вот. Я хотел бы, чтобы вы немножко подискутировали, то есть что действительно можно, а что нет. Понятно, что вот я, как бывший ПВОшник, могу вам сказать, что всегда можно определить стопроцентную вероятность цели, если не ставить задачу определить ложную цель, да? То есть просто стреляем по всем, всех врагов тоже убьем. Вот. То есть вот как вот тут это все играет? То есть на самом деле… Ну, может быть, у меня даже вопрос к нашему коллеге. Можете про… Андрей, можно прокомментировать вот этот момент? То есть есть разные мнения. Да, можно выйти или можно взять микрофон. Еще раз назовитесь, пожалуйста, для наших коллег. Чтобы меня видели тогда уж тоже. Да, да, хорошо. Здравствуйте еще раз. Я Андрей Горбовой, руководитель дел исследования компании «Антиплагиат». Верно заметили, выпускник физтеха. Кандидатская диссертация защищена на ВЦ. Вот. В целом, смотрите, по детекции. Да, детекция возможна. Конечно же, никто не говорит про стопроцентное качество, ну, про полноту и про точность. Ну, если говорить про точность, то там порядка… Ну, выше 90%, давайте скажем так, я не буду называть сейчас точных цифр. Выше 90% для фрагментов и для документов полных. И полнота, конечно же, очень далека от 100%. Там порядка 40-60% в зависимости от той модели, которая была сгенерирована. Ну, понятно, есть модели посложнее, есть попроще. Вот. И, конечно же, основная проблема… Ну, слушай, основные документы, которые детекция, это те документы, которые вообще не перерабатываются. То есть, если студенты вообще не читали, то есть, просто взяли, скопировали Ctrl-C, Ctrl-V, и там очень часто ловится на повторениях. Не знаю, вот GPT-4, о, я, честно, еще не смотрел, но до GPT-4 Turbo точно были повторения. То есть, просто текст идет, параграф просто повторяется. Там может быть ни слова в слово, но мысль прям явно просвечивается. И это основные признаки, на самом деле, для детекции. Вот почему они вообще детектятся. Я думаю, что вот со временем эти проблемы будут уменьшаться, уменьшаться, но они выйдут все равно на какую-то плату, мне кажется. То есть, вот правильно сказали, год назад это было 40% галлюцинации, сейчас, наверное, 20-30% галлюцинации. Через еще год там будет 10%. Но в какой-то момент выйдем на плату, и все равно мы не сможем заменить использование GPT без участия человека. Я думаю, мы тут с вами солидарны будем. То есть, пользоваться, я вот первый, что-то говорю, надо пользоваться, надо уметь этим пользоваться, надо развивать, надо развивать, но надо декларировать, что можно, что нельзя. Во-первых, нужно декларировать то, что обязательно человек должен читать. Вот главная мысль, которая у меня в сегодня на докладе была, человек должен прочитать, должен провалидировать то, что написала модель, и тогда это поможет. Ну, какая разница, кто написал, вот человек или машина. Если машина сагрегировала какое-то множество информации, она там, не знаю, написала обзор из 100 работ, если человек знает эти работы и уверен в том, что модель написала правильно, ну, почему бы это не использовать у себя? Да, подкорректировать, по-любому там будут какие-то галлюцинации. То есть на 100 страниц, если у нас 5% галлюцинации, со 100 страниц 5 будет пробред какой-то написанный. Ну, окей, человек подредактирует, удалит, а все остальное это почему бы не использовать. Я думаю, вот, да. Алексей, прокомментируй. Да, значит, я... Да, прошу прощения. Я во многом, на самом деле, согласен. Более того, человек, когда будет делать выжимку из-за работы, у него тоже будут галлюцинации. И я на 100% согласен, что используются на таком случае, что модель вот что-то генерирует, мы это посмотрели и переработали. Проблема в чем. Проблема в том, если механистически используется идея, что мы отправили вот этот вот текст на сервис, сервис нам сказал, что... сервис нам сказал, что это, значит, с генерированной моделью, мы ставим сразу двойку и катапультируем этого человека. Потому что 90% как бы точность, но это означает, что, вообще говоря, из 100 работ 10% незаслуженно будут помечены как плагиат. Это, вообще говоря, очень много. Тем временем, как способы обходить это, в общем-то, есть. То есть, если не совсем ленивый ученик, он все это перефразирует, более того, он может просто отдать это другой модели. Мне GPT-4 отдаст той же LAMI и сказать, вот, перефразируй это немножко. И мне кажется, хотя я не специалист по... На самом деле, я должен признаться, что я не специалист по, как я уже сказал, по языковым моделям, мне кажется, что здесь уже эта детекция будет затруднена. То есть, при применении минимальных усилий она будет затруднена. Более того, если у нас есть функция, которая оценивает, вот, насколько текст генерированной GPT, то это, опять же, та функция, на тему которой мы можем оптимизировать. То есть, мы можем модифицировать нашу модель, чтобы она хуже детектировалась вот таким вещам. То есть, это гонка вооружений, в которой модели, в конце концов, конечно, победят. И мне кажется, что вот просто... То есть, такие детекторы, они, конечно, ценные, но мне кажется, что излишне полагаться на них для преподавателя, это может быть немножко опасно. То есть, я бы обязательно протестировал вот эти вот вещи, чтобы посмотреть, допустим, я напишу текст, обнажу тебе на какой плагиат или нет. Я думаю, что с этими инструментами надо обращаться настолько же осторожно, как и с результатами работы вот этих моделей. Но это вот мое мнение. Есть комментарии? Коллеги, у меня к вам обоим вопрос. Вот, смотрите, мы говорим о проценте погрешности. А вот я еще говорю, то есть, получается, что у нас некое плавающее качество, да? Мы говорим, вот это первое, да? То есть, получается, при плавающем качестве многие процессы, мы не можем себе такого позволить. Вы сказали, там, 10% плохо, и 5% плохо, понимаете? И один плохо, да. Значит, соответственно, абсолютно это только инструмент, не может там машинка печатать без человека. Помните, пишущий. И второй вопрос по поводу деградации. Смотрите, вот, допустим, в процессе обучения искусственный интеллект, скажем, повышает процент качественных ответов, да? Через какое-то время, это же непрерывный процесс, мы не можем заморозить какой-то процент качества, достигли все, я так понимаю, это постоянно обновляемая система. Поправьте меня, коллеги. То есть, может быть, обратная деградация, когда мы пользуемся, у нас 10%, потом мы начинаем грубо верифицировать все это, кто-то некачественно говорит, да, мне удовлетворяет этот ответ, он это не прочитал, система считает, что подтверждено какое-то качество, оно ухудшается, ухудшается, и вдруг мы видим, что система работает не лучше, а хуже, хуже и хуже. Но мы это заметим только, когда будет, ну, скажем так, понимаете, да, чем вот есть ли такая проблема, и как ее, вот, вы считаете, решать нужно? Деградации. Ну, я, честно говоря, наверное, не очень помню про этот вопрос, про деградацию. Деградация такая, что, в чем заключается, что, например, вот, если мы возьмем, опять же, эту модель, которая локальная, мы веса раз загрузили, вот эти веса, они не меняются. А когда мы используем онлайн-сервис, да, у нас совершенно непонятно, в какой момент они обновляют свою систему, когда они ее делают, на каких ответах, или еще что-то, тут непонятно. Ну, в принципе, тут уже все сказано. Мы же не оффлайн, да, то есть в основном это все вообще про онлайн. Я это и хотел сказать, что если у нас локальная модель… Представьтесь, пожалуйста, для онлайн-пользователей. Илья, да, мы с Политех. Значит, мы, когда говорим про локальные модели, в принципе, все тут уже сказано. Если есть локальные модели, то есть… Они дообучены до какой-то версии, у них память до какого-то момента. Ну, и, соответственно, мы… Если мы работаем с именно этими сохраненными весами, то они меняться не будут. То есть пока у нас версия одна и та же, качество не будет отличаться. А онлайн-модель, соответственно, ну, там они как хотят, так и делают. То есть оно будет меняться. То есть GPT-4O, например, оно меняется сейчас, ну, вот так часто, как они выпускают версии. И над этим нет контроля. То есть, ну, вот где-то так оно и есть. Вопрос, уточнение. Соответственно, есть эталонная версия. Я почему говорю, чтобы мы к чему-то приходили? Есть эталонная версия, мы можем ее довести до какого-то приемлемого уровня. Получается, либо надо обнулять систему, когда нас не устраивает то, что произошло в сети. Мы же хотим получать все-таки какое-то качество. Вот поэтому тоже прокомментируйте. Или другой какой-то путь. Слушайте, меня вот это вот пугает. Ну, я имею в виду, что если мы уже, допустим, взяли какую-то локальную модель и дообучили ее, и нас это устраивает, то она такая и останется. То есть она не будет меняться дальше. Улучшаться тоже не будет. У меня есть другой комментарий. Андрей Горбовой снова взял. Смотрите, если мы говорим про дообучение, например, тот же чат ГПТ в 3.5 версии, которая полтора года назад вышла, она дообучается на фидбэке пользователя. И фидбэк пользователя может быть очень некорректный. И, соответственно, в какой-то момент я помню, как чат ГПТ ухудшила свои позиции, например, про генерацию библиографии. Когда-то она отлично генерировала библиографию, потом она перестала ее генерить, а потом они вообще ее заблокировали. Ну, это как пример. То есть таких примеров может быть много, потому что она, обучаясь на каких-то ответах пользователей, ответы пользователей могут быть, не будем взять про политику, но могут быть какие-то узконаправленные. И, соответственно, если часть пользователей преобладает каким-то мнением, в эту сторону будут смещаться веса модели, будут смещаться ответы модели. Соответственно, и этим может быть деградация вызвана. То есть не всегда большинство верно рекомендирует что-либо. Коллеги, можно пример привести? Просто когда Яндекс открыл свою модель текстовую, я немножко там поглумился, но ни в какую, ни в политику, ни так далее. То есть вел какие-то такие философские темы, заставляя, ну, давая ответ свой, да, неправильные заведомые, все время склоняя систему, принять мою точку зрения. И я видел, как за 15 минут мне удалось поломать это до неприемлемого уровня. Можно я... Дальше мне отвечать, но совершенно не... Можно я... Я понимаю, что это искусственная ситуация. Можно я немножко уставлю? Дело в том, что когда вы глумитесь над Яндексом, что совершенно правильная вещь, потому что все эти модели надо поломать и посмотреть, а как они ломаются. Веса моделей не меняются. То есть она как бы работает только исходя из того контекста, который вы сказали. То есть у вас начнется новая сессия, она все это совершенно забудет. Вот. Просто вот... Это просто... Это этот пример, но есть еще до обучения на фидбаке пользователя RL. Да, разумеется. Разумеется. Но тут очень сильно зависит от того, какой, значит, как отбираются вот эти вот вопросы для RL. И тут я, к сожалению, не знаю, как они это делают. Дело в том, что точно так же это относится к тому, что модели обучаются на том, что есть в интернете. А что есть в интернете? Ну, в интернете очень много мусора. Это первое. Второе. Дальше модели начинают говорить. А вот пускай они на политически чувствительные темы не дают неправильные ответы. Вот что такое политически неправильные ответы. Ну, вот те, которые тренируют, они проходятся по этой базе данных, выбирают, во-первых, вопросы для обучения, а во-вторых, они специально там пытаются эти модели подрегулировать экономику, чтобы неправильные ответы дают. И в результате получаются вот такие скандалы, как, например, у Google, у Google, у Google с Gemini, когда они пытаются, вот, покажите мне, пожалуйста, солдат АСС, они демонстрируют там вот людей совершенно африканской внешности или еще чего-нибудь. То есть модели реально от этого тупеют. Вот. То есть, конечно же, у этих моделей, у всех, поскольку они боятся, поскольку они боятся, чтобы они вдруг не дали какие-то неправильные ответы, у них есть какие-то ограничения, которые заставляют модели тупеть. Во многом случае они дают от этого ответы хуже. Мне кажется, простите, они тупеют не только от ограничений, вот тут очень часто любят ограничения, ограничения, я еще раз повторяю, я начинаю вводить заведомые неверные данные, фактографические, понимаете, не надо чем политизировать. То есть есть вариант, что, условно говоря, там, Эйнштейн родился в таком-то году. Я говорю, нет, он не родился, ты не прав. И начинается со мной полемика. Я понимаю, что студент, который больше будет пользоваться, он может пойти странными разными путями. И если мы говорим об образовательной сфере, а мы вот сегодня у нас как бы это основная, у меня вот волнует то, что у нас продукт в массовом сознании, который уже искусственный интеллект, как сказал коллега, да, вот маркетологический этот сам, а на самом деле у нас продукт с плавающим качеством, который требует постоянно сохранения островков вот такой эталонного качества. И вопрос, как его дальше обучать, потому что могут быть не только какие-то политические, политологические моменты, а просто неверные, скажем так, данные, исследований. Ровно тоже. Более того, поскольку они набирают информацию из интернета, в интернете будет появляться все больше информации с генерированными вот этими же самыми большими языковыми моделями, то тут возникает, конечно же, проблема, которую я не знаю, как они будут преодолевать. То есть там люди умные, и они что-то на эту тему придумают, но вообще проблема есть. Я еще один момент хочу сказать по поводу того, что фактологически... Давайте закругляться потихонечку. Одну фразу, по-моему, да, фактологически. Вот правильно спикер в своем докладе сказал, что у нас вероятностная генерация, и, соответственно, каждый раз может быть разный ответ. И, к примеру, мы можем сто раз спросить, в каком году там умер Эйнштейн, и в одном из этих ста вариантов он скажет неправильную информацию. Такое тоже может быть. Просто один тоже человек одно и то же генерирует. Коллеги, последний вопрос задаю из онлайна. Михаил Кушнер. Спасибо, Михаил, что с нами вы. Качество локальной модели не может сохраняться, потому что поскольку меняется среда, разве нет? Не, ну, разумеется, среда как бы меняется, и локальная модель как бы... Ну, во-первых, есть просто агенты, люди начинают экспериментировать с агентами, которые просто локальная модель пойдет поищать в интернете ответ на какой-то. Скажем, качество локальной модели сохранится в том смысле, что она будет давать более-менее те же самые ответы на те же самые вопросы. То есть, если вы будете спрашивать про дату рождения Эйнштейна, она будет давать привязанно тот же самый ответ. Не обязательно правильно сказать. В этом смысле, конечно, будет сохраняться. А то, что наша среда меняется, ну, да, конечно же. Если человек не будет обучаться, его качество знаний об окружающем мире тоже будет ухудшаться. Но мне кажется, что вообще спрашивать вот эти модели искусственного интеллекта об окружающей среде, это, наверное, неправильный способ их использования. И вот, наверное, один из больших вызовов преподавателей объяснить ученикам, что они могут и что не могут. И вот за эти 10 минут, как пытался, я пытался очень кратко объяснить, что они могут и чего они не могут. И они очень много чего не могут. Это просто инструмент. Вот. Опять же, это все устареет через пару лет, но вот пока ситуация такая. Она просто, зная предыдущие какие-то, там, скажем, 8 тысяч, несколько тысяч слов, предсказывает следующее слово. И все. Это как попугай. Это полезная информация. Она вот сохраняет это какое-то общее знание человечества. Немножко неточное, немножко размытое. Какой-то контекст. Но это, в общем-то, не интеллект, на самом деле. Искусственный интеллект, не интеллект. Коллеги, давайте поблагодарим Алексея. Он сегодня встал в 4 утра для того, чтобы для нас прочесть доклад. Все. Спасибо. Да. Алексей, хорошего тебе дня. Всего доброго. Спасибо. Было очень интересно.